Сегодня у нас семинар по теме Теория и практика заключения прогрессивных Коллективных договоров Тема эта очень важная Тут выступал один Фотогеничный молодой человек Которого сейчас тянут великие политики усиленно И я так слушаю И он говорит Вот главная профсоюзная наука Это органайзинг У меня так ухо сразу раз Троцкист Точно в конце так сказать Он долго умно как то так уворачивался От всех подводных камней в течении беседы А в конце попрыгла и видно что действительно Троцкотня Главная профсоюзная наука Это конечно заключение коллективного Составления Идущие от коллектива Работа с коллективом За то чтобы хороший корт договор С его требованиями вначале обладел коллективом Прежде чем его выдвигать Затем бакбаза этот корт договор И Без коллективного трудового спора Здесь скорее всего не обойдется Если это действительно хороший коллективный договор И здесь вообще выход на забастовку Но вот дальше пока наша современная история Не знает выходов Но если линейку продажите дальше То когда забастовок будет много И когда забастовками будет охвачена Масса предприятий Это конечно не с бухты-барахты А в какой-то ситуации определенной Нарастает такая вещь Тут можно будет говорить о том Что забастовочные комитеты Объединятся в советы Советы возьмут под контроль территории Ну и далее, 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 далее Вот, так что это через корт договор Держит прямая дорога Государству диктатуры пролетариата И соответственно через это государство К расовому обществу Называемому с хатким словом коммунизм Ну это будет все в дальнейшем Сейчас среди нас присутствуют Представители профсоюзов Профсоюзные работники Это Александр Александрович Виноградов Профсоюз защита Михаил Симонович Магикян Тоже профсоюз защита Как я понимаю Нет ФНП Ровский был ФНП на северной верфи Северный завод Владимир Владимирович Иванов Это император Форт Северный Ну и я грешный Это профсоюз оборонпрофа Сейчас это правда Профсоюз машиностроителей туда Он вошел в оборонпроф туда И лавовни и трансмаш Вот значит мы здесь обсудим ряд вопросов Ну с кого начнем С Сан Саныча наверное Ну давайте Пойдем Ну можно сидя Кому как удобнее Ну хорошо Давай сидим Сидим Ну наш профсоюзный опыт К сожалению Еще недостаточно Значимый Вот С успехами И с поражениями Но тем не менее Этот опыт Тем не менее Это работающие организации И поэтому я немножко Как бы исторически Изложу ситуацию Мы начинали работу Защита в рамках Профсоюза МПРовского Электросилы Потом силовых машин Вот Организовали на электросиле Ячейку Профсоюзной защиты Вот Лисицына Наталья Сергеевна Была безвестная Была избрана Нами Председателем Вот Дальше Расширили Или параллельно Провели определенную работу В этом же направлении В ЛМЗ Вот Там у нас был Товарищ Известный Горбачев Работал в одном Из ведущих Цехов Вот Они проводили там Большую работу Конференцию Созывали Пытались На Еще одной Точке Вот Это Новодевяткино Турбоатом Газ Определенный Период Мы там Ездили Раздавали Нашу газету Малинцов Степан Сергеевич Работал там Определенный Период Небольшой Ну а он Вообще-то У нас Взглавляет Как бы Нашу региональную Профсоюзную Защитную Организацию Пытались Носить Свои Коррективы В деятельность Профсоюзных Организаций Этих самых Фоноперевских Ну в частности По охране Труда Условия Работы Работников Вот Участие В коллективных Договорах Проводились Конференции Где эти Коллективные Договора Принимались Но Мы там Были Персоны Типа Нонграта Нас не очень Хотели Нас хотели Там Отгородить Не допустить И так далее Но порой Удавалось Тем или иным Образом Проникать Туда Привлекая Отдельных Специалистов Профсоюзных Защитных Структур Это Инспекторов По охране Труда Привлекая Техники Безопасности Приглашать На Место Работы Вот Но Все это Проходило Но проходило К сожалению Не в нашу пользу В итоге Администрация Тем или иным Способом Нас Сумели Оттуда Убрать Мы защищались В рамках работы В избирательных Комиссиях Там По закону Нас не имели Права Убрать Но когда Комиссия Проходила Свой Этап Работы Тут Они сразу Отслеживали Сразу На нас Спускали Образно говоря Собаку И в итоге Кто-то рано Кто-то позже Но мы все Были убраны Вот Пытались Деньгами Купить Предлагали Не одну Сотню тысяч К тому же Горбачеву Там по-моему 600 тысяч Предлагали Вот Ну для кого Дешево У него Семья Многодетная Рады за вас Крое детей По-моему Это самое Вот Но он по-моему Тоже отказался Как И я И Лисицына И Степан Сергеевич Малецов Отказался От этого Поэтому В итоге Мы оказались Вот сейчас Здесь В структурах Эти Этих Работы Но вот Сегодня Шалат Михаил Были В этой Самой Проходной Электросилы Как раз Опрос Проводили По поводу Путинского Обещания И невыполнения Его Повышения Пенсионного Возраста Так что Мы эту работу Продолжаем Нас знают Печатают Даже могу сказать На экскаваторе Поднимался Спускался Руководство Просто Ну Зампредседателя Правкома Женщина И Председателя Наших Ветеранских Ветеранской Структуры Вот Ну Есть Продолжение Вот буквально Недавно Оно Вроде Так сказать Не очень победное Но тем не менее Есть Вот Автотранспортное Предприятие Номер 5 Товарищ К нам Обратился Здесь Мы с ним Встречались Беседовали Вот Я как раз Дежурил Звонил Директор Этого Предприятия Интересовался Как наша Защита Реагирует Что и как Обещал Что вот Он вроде По его мнению Такой Человек Конфликтный Не очень порой Исполнительный И так далее Они готовы Нам Найти Кандидатуру Собрать И так далее Вот Ну я Доложил Степан Сергеевич Виктор Кальчик В курсе Был Потом Приехали Сюда Директор С ним Был Представитель Юротдела И еще Один человек Они Беседовали Говорили И прочее Ну Если Немножко Ошире Сказать То все Таки Существует Структура И в других Регионах И наш Вот этот Самый Товарищ Фунинской Организации Вот Докладывал нам Понедельник Он был сюда Как правило В Нижнем Новгороде Там они Собираются Вот Встречались Так что Претендовать Конечно На большую Нашу Определяющую Роли В этом Движении Мы не можем Но тем не менее У нас связи Не только Внутри Российской Федерации А не И с другими Странами И в этой Международной Профсоюзной Структуре Мы тоже Находимся Числимся И Виктор Аркадьевич Даже говорил Этому Директору Что Если вы будете Как говорится Действовать С нашим Товарищем Там Нарушая Определенные Услуги Мы можем Выйти И на Международный Уровень И там С определенную Защиту Как бы Вот Доставить Этому Товарищу Скорее всего Вам Договор Если конкретно Поговорить По теме Мы пытались Наших Людей Состав Комиссии По Организации Собраний По коллективному Договору Включить Вот Свои Предложения Но там Всячески Старались Нас Отгородить От этого Вот Как говорят Не пускали Вот Но Тем не менее Мы Знали Мы проводили В рамках Этой работы Анкетирования Работающих Вот Был специальный Подготовлен Напросник Где были Вопросы Связаны С профсоюзными Делами С оценкой Людей Как Официальный Профсоюз Все ли делает И прочее Вот К сожалению Если так уж Подводить итог С колл Тоговором Нам Пробиться Далеко Не удалось Но Это не значит Что мы Сложили руки Вот И ничего Не делаем Нет Стараемся Делать Ну и будем Делать Поскольку Нам По Нашему Положению Вот Авангарда Защитника Рабочего Класса Таком движения Это Положено По Нашим Целям И задачам Вот Наверное Так что Я могу Сказать Спасибо Александр 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 Херсим Стараемся Скажем Третий 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 Девяносто Четвертого Года Уже Участвовал Во всех Этих Самых Передрягах Принятие Кол договоров И прочее До Девяносто Седьмого Года Ленинградский Северный Завод По кол договору И прочим Уполнением По кол договору Как говорится Наверное Числа В первых Числах Был Потому что По сравнению Я в те годы Был Председателем Совета Рабочих И соответственно Видел В городе Что творится То есть Акционированные И прочее И задержка Зарплат И прочее До Девяносто Седьмого Года У нас Индексация Опережала Рост цен И прочее Все это Зарплаты Причем По всем Этим Скажем так Уделениям Молока И прочее Прочее Тоже Выполнялся Нормально Потому что До Девяносто Седьмого Года Любой Этот самый Каприз Грубо говоря Наш Выполнялся То есть Выплачивали Банки Кредиты И все Это Выполнялся В срок После Выборов Президента Так называемого Да В девяносто Штом году И соответственно Пошли Немножко Откат У нас Тоже Потому что Заказ Взяли Определенное Количество Скажем Финансирования И прочее Прошло А потом Заказ Государства Отказаться От заказа Ну и соответственно У нас тоже пошло Пошли в минусы Скажем Положения Ну и В девяносто восьмом году Дошло до того Что пришлось Проводить Два Больших Скажем Забастовочных Мероприятий Директор Директора Даже заставили Встать на Электрокару И соответственно Оправдываться Почему не выполняется Коллективный договор Ну и он Само собой Кивал на то Что у нас Госзаказ Сорвали И прочее Поэтому Вот такая у нас Архипроблема Здесь Максимович Гордымов Тогда был Гордымов Да Он Причем Был В свое время Депутатом Загонодательного Собрания То есть соответственно Даже у нас Обратный процесс Происходил В девяносто Седьмом Девяносто восьмом Году В первой половине Девяносто восьмого Года Он наоборот Ко мне подходил Просил Чтобы в этой Комиссии Как раз у нас Был и Терентьев И Барлинир И соответственно Для того чтобы Провести Когда обсуждает Бюджет города Стоит кое-какие Проекты Скажем так В интересах Завода То есть обратный Процесс Как бы был Даже вот такая Ну и провели Два Забоснованных Мероприятия К сожалению Гордымов Да он Направдывался Я в любой момент Мог прийти В его кабинет Так как был Председателем Сточкома То есть В двух Ипостасях Я председатель А по специальности Вы кем-то Были Энергетиком И соответственно Вот такая картина Но Гордымов Умер 59 лет Соответственно Операцию сделали Неудачно сделали И он умер Ну и пошло К чему Так как Средства массовой информации Нас отсняли Два мероприятия Все-таки Тогда Любили снимать Вот эти мероприятия У них Дезабастовки И прочее В СМИ Вы помните Ну и Государство Так сказать В лице Нашего правительства Города И в лице Правительства Наверное Самых верхов Они И у них задача была Разогнать Трудовой коллектив Завод уничтожить Оборонный Мы в правкоме Обсуждали Лично я Тоже В самых нужных моментах Так сказать Высказывался Потому что Были моменты Когда Представителя Города Как раз Февейский Такой Который Разрушил Первое Парголовский Завод Потом Пытался Разрушить Металитический Завод Соответственно Городское Правительство Присылает Нам Его То есть Ставит Исполняющие Обязанности Директора И прочее И в итоге Был Агитатор За него Ну и Соответственно Минут 40-50 Правкоме Правком состоялось Более 60 человек Выступает Агитирует За Февейского Я ему Не в конце Так получилось Конец я поставил Вопрос задает Ты за сколько Продался Я этого человека Прекрасно знаю Если он придет На завод Соответственно Будет панкротом Ну и прочее Он встал И ушел То есть Еврейчик За сколько Продался Ну вот в этом смысле Получилось Вот действительно На самом деле Я даже был В отпуске И в августе Месяце Его назначают Аж Федерально Назначают Соответственно Директором завода Ну и Противостояние Сразу Между нами Уже С первого же Собрания Конференции Он В сентябре Месяце Собрал Ну Конференцию Маленькую И соответственно Там около 600 человек Конференция Выдвигается Соответственно И каждый Ну имеется Достаток И отделов И соответственно Собирается Конференция В конференции Ему Впрямую В глаза Смотрю И зачем Вы сюда Пришли Ну Направдывается Мол Мне назначили Я тут ни при чем Мне назначили И все На следующий день Ко мне приходят Мягко говоря Идиоты Выслышком Так сказать Реально Выступали Против директора Они уже Этого директора Признали Еще я Но он Меня уже знал Потому что Мы пригласили Как раз Валентину Васильевну Острову С металлического Завода И Тони Зампредседателя Правкома Завода И соответственно Они на этой Конференции Уже были То есть В поддержку меня Как бы они выступили То есть Фивийский Сразу определил Кто я такой Ну и принадлежность Партии И РКРП И соответственно Вот такое Дальше Несмотря на то Что вот такие Разногласия И проще Мы Начали работать Подходил срок Уже Истек Коллективный договор Старый Скажем так И уже Новый Надо было Тоже Специально Собрали Профсоюзный Комитет Соответственно От нас От имени Профсоюзного Комитета Назначили Четырех Человек И соответственно Они назначили Трех Человек Имеется Два Администрация Новая Администрация Но он уже Пришел В отличие Металлического Завода Своей командой То есть Имеется Юристы Ну то есть Несколько человек Его Людей было Причем Непосредственно 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 Коллективные Договора Когда мы Проводили Совещание Потому что Каждую неделю Два дня По несколько Часов Мы действительно Пунктно Проходили И соответственно Вот эти Коллективные договоры Мы принимали Совместно Вот с этой Новой командой Скажем так Два срока Этот коллективный Договор У нас проработал Где-то С 2001 В 2001 До 2004 Года Или 2005 Года Точно он Проработал Скажем так В 2006 Году Фивейский Просто ушел Заводы И соответственно Структурно Уже Поменялся Завод А завод Работал В 2006 Году Работал Да Работал До Марта Месяца Этого года Завод Работал Как Производственная Единица По основному Профилю По основному Профилю Да К сожалению Огромному Сожалению Несмотря На то Что правком Был И прочее Сточком И прочее Мы Начиная С 2000 Года Уже Был Президентом Путин ВВ Да Соответственно Ему Письма Писали Ответы Отрицательные Были Причем Два раза От имени Ну От имени Трудового Коллектива Только писали И Моя инициатива По полной Форме Была Писалось Сколько Единиц Оборудования Сколько Народа Уже Прочее 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 Прокуратура Районная Присылает Ответ Мол Ущерба Для трудового Коллектива Не нанесено Вот такая А для национальной Безопасности Да вот именно У них Не понимают В итоге Что получилось Действительно В 2006 Году Соответственно Он ушел От нас Благополучно Скажем Или неблагополучно Потом Его родственные Связи Порушили Соответственно Его выгнали Несколько Мест Ну и соответственно В данный момент Он даже Он своему брату Подарил кусок Северного завода Ну и соответственно Потом отнял Он занимается Сейчас Мопедным Перепродажем Мопед Это несет Важно А Мвидео Какое Мвидео А у вас Это не в вашем Заводском здании Мвидео Нет Это здание Вот это здание Раз в пять Перепродавали Соответственно Москвичам И прочим Прочим Это Магазины В основном Были там Это несет В итоге Даже если Взять Новую вещь И историку Как бы Да Вот В итоге Этой борьбы Из завода Разделили Разделили Завод К 2006 Году На Семь частей Холтик Так назывался Ну и соответственно Из производственных Единец Остался Единственный Мой цех И до 2006 Года Мы Как Государственное Федеральное Унитарное Предприятие Были Оборонное Предприятие В 2016 Году Нас Приватизируют Путин ВВ В лице Или кого-то Я не знаю Еще Или Медведь Соответственно Приватизируют Стопроцентные Акции Как говорится У государства А Буквально В сентябре Месяце 2017 Года Присылают Команду Которую Как бы Выкупила За год Но Прямой вопрос Опять же Вы кто такие Соответственно Глаза в глаза Со мной Говорю Спрашиваю Мы понятия Не имеем То есть Нас Москва Опять назначила В холдинги Засунули Нас Вначале Воткнули В Росвооружение Потом Технодинамику И соответственно Вот таким путем Грубо говоря Но к этому году Последние полтора года Мы восстановили Производство Ведущих этих самых Узлов И прочее Для С-300 С-400 Некоторые Комплектующие Они Идентичные Скажем так Для Обоих Этих Систем И соответственно Даже вот это Проделаны Даже были Заказы В феврале В конце февраля Месяца этого года Да Приходит Грубо говоря Верховный Этот самый Приказ Так как Нерентабельный Завод Соответственно Производственное Отношение Со всеми работниками Обрывать И соответственно Сейчас дается В аренду И прочее Если проезжаете Соответственно Видите там Плакат Висит Аренда Вот такая картина Вот Вроде бы Действительно Мы Санкции И прочее С-300 С-400 Она востребована В то же время Единицу Которая Она Готова была Выпускать продукцию Для того Чтобы оборонять Страну И Интересы Скажем России Вот Вот И наше Правительство Так называемое В лице Путина В лице Путина Потому что В этот раз Еще раз Спустя 18 лет Написали Письма Ну Опять же Инициатором Я был И прочее Пишут письма Вот У нас такое состояние Даже есть Заказчик Вернее Просьба заказчика Для того Чтобы мы Выполнили По планам Уже в мае Июне Июле Должны были Сдать продукцию Скажем так Да Оборонного характера Но все равно Они Это Самое Сделали Закрыли Скажем Производственные Отношения Со всеми Кадры Наверное Были Кадры Конечно Само собой Да Сейчас Маленькие Это самое Буквально Маленькое количество Народу Ушло Под Пушкина Соответственно Заниматься будут Теми же Проблемами Несмотря на то Что мы Полтора года Вкладывались Делали Много чего В итоге Вот такая Картина То есть Кол Договора В Северном Заводе Работали Скажем До 2006 Года А после этого Так как Отношения были Уже Коллектив Ослаб Ослаб Да Намного Потому что Если было 59 Подразделений Места Отделов И цехов Да К тому времени Единственный Производственный Цех Был Мой И отдел Из отделов Административный Корпус И все И охрана Такая картина Опыт Есть Можно продолжать В новом месте Уже Профсоюз В принципе Уже Как бы Затачка Сейчас В данный момент Как бы Было Дочернее Даже можно сказать Предприятие Потому что В начале 90-х Проектировали И соответственно Делали из титана Из нежавейки Комплектующий Для медицины Медицинской Там Полностью А сейчас В данный момент Работаю В этой фирме То есть Делаем из Протезы И прочее Из титана Из нежавейки В принципе Все Ладно Владимир Владимирович Что вы сказали Все Офода Офода Все Мужской Знаменитой Ну Про завод Форт Я не знаю Что сказать Завод Форт Выпускает Автомобили Мы как Профсоюз Переговариваемся Периодически С администрацией И заключаем Коллективный договор Раз мы говорим О коллективном Договоре Сегодня Ну Соответственно И понимание Должно быть Да Что Что есть Коллективный договор У нас Это улучшение Трудового законодательства Для работников Да То что не прописано В трудовом законодательстве Либо те статьи Трудового законодательства Которые Могут быть улучшены Либо Как для работников Так и для работодателя Потому что Работодатель тоже Вносит свои Какие-то поправки И В коллективном договоре Он тоже Вполне может Свой интерес Действовать Правильно Может Ну вот В принципе Так все и происходит А какие вот изюминки У вас в новом проекте Который договор Чем такого вкусного Особо есть Ну Надо понимать Да Что сейчас Уже изюминки Новых нет Потому что Как мы видим Экономическая ситуация Особенно В автопроме Она очень сильно Бьет По заводам Вы входите в положение Работодателя Мы входим В положение Переговоров Можно конечно Говорить Что мы входим В положение Работодателя Ну Я считаю Суть-то не в этом То есть Вы считаете Денег нет Я? Ну вы В общем Профсоюз Мы считаем Что деньги есть Ох Так тогда Надо ставить вопрос О том Чтобы они попали По нужному адресу Отлично А не гнили в карманах Вопросы ставят Работодателя Мы же понимаем Что от того Что мы поставили Вопрос Ничего не изменилось Это нет Только от вас Все меняется Во сколько человек Нет Я говорю От постановки Вопроса А Ну это само собой А дальше Мы уже говорим О трудовом коллективе Если Рабочий Готов Отстаивать Серьезную позицию Свою Да То есть Выходя на забастовки Применяя Какие-то Другие методы Там Усиление Охраны труда На заводе И так далее То Наверное Это получится Теперь За что же Работник Готов Выходить На эти действия И Мы понимаем Что в основном Это заработная плата Правильно Заработная плата Если по 20 часов В день работаешь Так погрешь А в гробу Карманов Нет Соответственно Когда работаешь По 20 часов Наверное Постают Еще другие вопросы Мы на заводе Не работаем По 20 часов А поскольку Кстати Реально 8-часовой Обычный Рабочий То есть Реально 8 часов Не как водители Троллейбусов У них тоже Но у них 8 часов От того момента Как ты выехал За пределы От того момента Как ты въехал От того что Еще там надо Троллейбусом Обродить Надо его сдать Это еще по 40 минут По часу Где-то уходит У вас такого нет У нас такого нет У нас Среда 8 часов На данный момент Режим работы Ушел с 5-ти дневки В 4-дневку Плюс Постоянный Простой Про Венера Работодателя Да А А 4-х дневка Вот Пятый день Он оплачивается Как простой По примеру Работодатель Не как оплачивается Потому что Это Перевод Работы Режима Завода Был То есть Вам дали Подписать Бумагу Изменения Существенных Условий Труда А на сколько На данный момент До 16-го декабря Дальше Пока неизвестно Как это будет Ну до полу года Понятно Скажите Вот такую вещь А вот у вас Завод Да Вот там Определенное Оборудование Определенная Производительность Труда А как он Соотносится С заводами Аналогичными Форда На территории Соединенных Штатов Скажем У вас ведь Не новый завод Его сюда Из Польши Привезли Насколько мне Известно Во все Оборудование Честно Я понятия Не имею Я не занимаюсь Скажем так Я Некомпетентен Даже Как это Сказать об этом Правду Неправду Просто По одной Простой причине Я этим Не интересовался А вас Не интересовало Никогда Что вот Может быть У вас Завод Вот И нам Как говорят Что у вас Низкая Заработная Плата Потому что Низкая Производительность Труда Вот В Америке Там люди Работают А вытружат Вот А вот Какая Заработная Плата На аналогичных Заводах В Америке И может В Бразилии Там вроде Есть аналогичные Заводы Не интересовались Нет Ну Проводили Когда-то Давно Таки Когда Организовывали Коллективные Действия Да То есть Тогда Интересовались Для того Чтобы Показать Работникам Да Что там Люди Зарабатывают Больше Аналогичные Работы Если Мы Возьмем Сейчас Европу По миру Я думаю Что Любое Рабочее Место В Европе Не только На нашем Заводе Либо Подобном Заводе А там Те же Учителя Мы сейчас Можем Если Мы будем Говорить То есть Наверное У них Заработные Платы Выше Чем У нас Говорить Конкретно О заводе Форд В этом Вопросе Мне кажется Вот С тех Времен Которых Вы сейчас Упомянули У меня Воспоминания Такие Что Тогда Вот Эдманов Еще Приводил Данные Что На Аналогичном Заводе В Соединенных Штатах Средняя Зарплата Укрот Четырех Тысячи Долларов В месяц В Бразилии Две С паровиной Тысячи Долларов Ну А у нас Тогда Бодались Ну За Тысячу Где-то Где-то Тридцати Подтягивали Тридцать Долларов Тридцать За Работацию Сверх Прибыли На Ваши Так Сказать Сейчас Таких Не Проводились Ну Радно Это Так Сказать И Какие Перспективы Какие Настроения Да По поводу Восьмичасового Рабочего Дня Восьмичасовой Рабочий День Устраивает Работника Ну Да И вас В частности У меня В частности Хватает Да То есть Свободного Времени Хватает Мы Ну Все Здесь Значит Хватает Значит У меня Есть Время Еще Чем Заниматься Плюс Простой И Все Остальное Наверное Можно Говорить О том Что Было Лучше Чтобы Мы Работали Меньше А Получали Больше Да И Это Правильно И Надо Об этом Говорить Это Тезис Сложно Оспокать Просто Что Происходит От Того Что Мы Говорим Об Мы Вот Это Вот Сейчас Я Проведу Раз Мы Все Таки Говорим О Коллективном Договоре И То Есть Я Стараюсь Все Таки Уйти В Тему Коллективного Договора Это Все Метод Переговоров От Того Что Мы Пришли И Сказали Мы Хотим Работать 6 Часов И Получать Больше Денег Нам Сказали Нет Что Дальше А дальше Это Вот Что Вы Стоите Как Коллектив Это Если Мы Возьмем Отдельно Завод Если Вы Сейчас Спросили Меня Про 8 Часовый Рабочий День А Это В Кур Договор Может Внесено Конечно Желательно Чтобы Это Было У Всех Вот Есть Предприятие Где В Своё Время За счёт Того Что Работодатель Не мог Повысить Как Он Объяснял Заработную Плату Пришли К Одному Из Компромиссов Коллективным Договором Что Они Будут Просто Работать Чуть Чуть Меньше 8 Часов Чуть Чуть Это Как Я Не помню Сточные Цифры Скажем Так Нет Конечно Шести Читовый Рабочий День Работодатель Не пройдёт Надо Давайте Стараться Конечно Здорово Было бы Но Это Всё Фантазия Пока Что Давайте Конкретно Смотреть Что Когда Мы Говорим О Коллективном Договоре На Предприятии Когда Мы Собираемся Его Заключать Мы Должны Смотреть Конкретно На Ситуацию В которой Мы Находимся В которой Находится Работодатель Если Мы К нему Придём Хоть С пяти Шести Семь Часам Рабочим Днём Он Нам Скажет Он Найдёт Кучу Аргументов Почему Он Сделать Не Может И Дальше Всё Зависит От того Что Будете Его Проводить Коллективные Действия Дальше 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 Скажем, докеры, когда проводили забастовку, вы, наверное, это знаете, они бастовали час за смену. В таком режиме можно бастовать резиново. Это один из вариантов. Что происходит, когда бастует коллектив? Соответственно, идет давление на администрацию. И почему администрация, как я вижу, начинает идти на какие-либо уступки? К большому счету, на нее тоже идет, потому что давление. Уже директоров, вышек и так далее. Но для того, чтобы что-то конкретно требовать очень хорошо, надо совершенно четко понимать. Не просто фантазировать, что у них есть деньги, по-любому есть или что-то. А понимать, сколько у них денег, в каком они действительно положении и сколько они вообще готовы отдать. Потом, опять-таки, надо понимать, что коллективный договор, он не состоит из пункта заработной платы. Да. Когда мы начинаем разговаривать, там может быть 10, 20, 30 пунктов. И из них, конечно, 5-6 самые острые, самые серьезные. И иногда приходится соглашаться с работодателем ради сохранения других пунктов. Это само собой. Это само собой. Да, кол договор, это документ церстный. Но все-таки вот есть пункты, которые, как мне видится, позволят бы вытащить остальные, скажем, пункт о защите профсоюзных работников от увольнения. До пронесенных гарантиях профсоюзным работникам. Есть достаточно много пунктов, которые... Ключевые. Которые профсоюз на переговорах. За которые, скажем так, за которые вы никогда в жизни не поднимете коллектив, как мне кажется, да? То есть коллектив даже их не читает и даже не знает, к сожалению. Вот это надо... Это надо менять, я тоже здесь полностью согласен. По поведению можно задать вопрос? Мы сейчас перешли на ваш диалог или еще наш товарищ выступит или еще что-то будет? Ну, сейчас выступит. Я думаю, что надо так сказать, товарища, раскрутить. Ну, вот я просто не понимаю, что вы хотите меня раскрутить. Ну, вот то, что вы говорите, это очень интересно. Что я вам... Ну, что... Я хочу сказать, да, то есть, ну, как по самому коллективному договору, если мы поговорим. Опять-таки, на сколько он заключается? Максимум три года. А то и... Вот мы, последний наш коллективный договор, который в этом году заключили, заключили на год. Потому что как бытодатель уперся, что дает нам гарантии определенных пунктов в коллективном договоре только на один год. И как мы не предлагали, как мы не аргументировали, там, важные вещи по поводу дополнительного отпуска и что-то в этом такого... Ну, не идет он ни в какую, ни как. Максимум, чтобы получилось, сохраните этот пункт на год. И тогда было принято решение заключать и коллективный договор только на год. А значит, что через буквально полгода мы опять начнем все эти тяжбы. А хотя сейчас еще не закончились коллективные трудовые споры. И... Это вопрос... Написывать в коллективном договоре нужно многие вещи, важные вещи, отстаивать их постоянно, постоянно, постоянно. Но ситуация также постоянно меняется. Вот последнее, наверное. Вот в свое время, в шестом году, вы, наверное, видели, мы выпустили газету «Фордовец». Я вот ее сейчас выражу. А вот нет непотребности сейчас в газете. Ведь через газету вообще путь коллектива-то идет. Как вот еще можно донести идеи до... Сколько там у вас сейчас в профсоюзе человек? На Форде всего состоит в двух профсоюзах, в порядок, наверное... Я не буду точно... Это не точная цифра, в районе 400, наверное. То есть, где-то около 1000 сотрудников. Нет, это в профсоюзе. А рабочих специальности в районе 900. 900. Но вот, так сказать, до 900 человек достучаться с этой газетой нужно бы. Нет? Форум, передачи информации много. И на данный момент газеты это как... Ну, честно говоря, не читали. Пытались запускать, была наша газета, компрашная. Вот. И, то есть, кто-то читает. Дома ее никто не будет читать. На работе некогда читать. В автобусе неудобно читать. Я считаю, я считаю, что газета, ну, наверное, хороший ресурс, если на него есть возможности. Но так как и у нас и мир меняется, работодатель меняется, работники меняются, ситуация там полностью меняется. Надо искать новые формы. Ай, фу, мы это да. Ладно, спасибо. Так. Что ты скажешь по поводу своей работы профсоюзной? На Эркере ты был? Вы же представьте. А, Кузнецов. А, Кузнецов. А, Кузнецов. Я работаю токарем, травочий токарь. Работа на токарь. А? А вот кому? НПО технология. НПО технология. СЛЛП технология – это частная фирма, там, фирмочка, вернее. Мы занимаемся тем, что выпускаем эти турбинные лопатки. Лопатки для турбин делаем. Различных таких размеров, модификаций. Основная наша работа. Вот. У нас все, так сказать, у нас работает несколько человек всего. Токарями работают люди, в основном уже такие взрослые. А операторами станков числового программного управления, на которых, собственно говоря, эти лопатки-то и делают. Там работают, как правило, люди молодые. Или после института сразу, или те, кто еще учится в институте, вот они там, собственно говоря, и работают. Операторами и программистами. Хотя, в принципе, программу-то за них уже пишут там. У нас есть один программист, он пишет, облаживает эту программу. А как у вас там это самое? Вот вы на Российском комитете рабочих были. А что там было на РКР? Наиболее. Ну, на РКР они все время... В принципе, они ведь одни и те же вопросы-то каждый раз сбирают. Давай шестичасовом рабочем дне. Вопрос о коллективном договоре. Как его составлять там и так далее. В принципе, вот это, там, борьба профсоюзов за права трудящихся. Вот такое вот. Они все... Ну, в принципе, эти занятия, они полезные. Особенно они весьма полезны, так сказать, для рабочих, которые, ну, только вот начали заниматься вот таким вот рабочим движением, стали интересоваться им, уже таким молодым активистам. Это, в принципе, очень является хорошим подспорьем. Там, в общем-то, все и разъяснят, и объяснят. Например, по тому же колл-договору, как его создавать, в смысле, составлять, поделиться своим богатым опытом. Вот. Ну, что еще? То есть, вы считаете, какого-то говоря, для начинающих рабочих, для активистов? А что для более зрелых? И для более зрелых, и, в общем-то, нужно им особенно это полезно. Особенно полезно вот эти занятия. Я считаю, это мое мнение. Вообще, никогда не поздно. Я уже не молодой человек, но туда с удовольствием езжу. Тем более, там площадка такая, где каждый может, каждый рабочий может выйти, высказать свое мнение, значит, вот, рассказать, что у них происходит вот на заводе, вот, советы какие-то послушать. Ну, в основном, там, политикой не занимаюсь, там, сам занимаюсь такими экономическими проблемами, там, зарплатой. А что такое политика? Политика? Концентризованное выражение экономики. Да, неожиданный вопрос. Так. Да, что было понятно. Ладно. Вот товарищи, товарищи с Форда, я помню, в свое время туда, в общем-то... Ездили бы. Нет, я ведь что-то не помню. Были, были, несколько раз были, но вот что-то они соскочили. Не ждали, он не пришел. Ну, видимо, они там думают, что у них, раз у нас хороший колл-договор, то чему-то, что мы туда поедем и в чем-то там можем учиться. Мне так кажется. В мое мнение. Ну, в принципе, у вас хороший колл-договор. До Доркера в свое время ездили, но вот сейчас увидели, что тут есть свои проблемы. Я добавлю, да, то есть вопрос на колл-договор, и Форд занимается, и все остальные предприятия, которые... Вообще, я на очень малом проценте. Проходят в УМПР, я имею в виду, да, то есть в наш профсоюз, и есть какие-то обучения, и вы к нам приезжали. А, нет, вы к нам. Ну, все давние указки. Да, тоже рассказывали. Просто формы разные, опять-таки, нужны разные подходы. Ездить, наверное, нужно на, что там, РКР удовольствие. Нужно ездить обязательно. На семинар. Семинар по рабочему движению. Как я говорю, да, то есть есть... Один человек, когда мы приехали, мы... Разные формы, опять-таки, да, и разное обучение. И в разных форматах. И что там, это важно во всех классах стараться. Ну, дать будем на весной, товарищи из Форда. Да, ну, как мне, у вас в профсоюз все-таки может там человек это посрать, это самое, там, два билета туда-обратно, там, это тысяч, тысяч, четыре-пять. В принципе, туда приезжают люди, которые, вот из других тоже профсоюзов, приводят свои коллективные договора, там, показывают. Ну, у каждого, естественно, свой такой, ну, у каждого своя специфика, поэтому они все специфичные, вообще, эти договоры. Ну, в общем-то, в основном, что касается экономической, так сказать, то есть, что касается зарплаты, то там, в принципе, ну, говорится об одном и том же, что вот. Понятно. Администрация обязуется, там, вот, ниже вот такого-то, такого платить. Так, товарищи, ну, если у вас иссяк, а я тогда тоже спою, постараюсь покороче, время уже закругляется. Значит, душа... А можно вам, чтобы вы упомянули немножко, у нас же есть лидеры, авиадиспетчеры, работники порта профсоюзных, которые застрелищиками являются? Ну, они и есть, это самое, они и есть. Что-то об этом сказать можно. К сожалению, здесь сказать можно, работников порта немножечко здесь упомяну, в своем этом самом, а по авиадиспетчерам, конечно, там это и профсоюз летчиков, между прочим, он не настолько на слуху, но там тоже у них определенные достижения есть, и зарплаты у летчиков немаленькие. Без профсоюза были бы меньше в любом случае. Это все имеет место, но их сейчас здесь с нами нет, и, к сожалению, вот там работа идет, но там работа идет, я бы не сказал, что по нарастающей. Профсоюз докеров сейчас в тяжелом положении находится, в Ленинграде только профсоюз первого контейнерного терминара профорганизация более-менее нормально. Неваметал еще, Неваметал, Неваметал. Да я знаю, но там уже, так сказать, ситуация не совсем такая. Да и в ПКТ, к сожалению, тает кадровый состав, работодатель пытается решать задачу при помощи всяких там аутсорсинговых фирм, а старых докеров сокращать не имеют права, но в серу естественных причин состав не возрастает, во всяком случае, но мародеж, так как я понимаю, там особо не берут, так что поэтому здесь вот так особо хваста нечем, и кордоговора в том числе, там несколько идут понисходящие, по крайней мере, вот этот кордоговор, там, скажем, на 11-14 годы, и предыдущие это были вот где-то как-то вершиной. Они сейчас хорошо изданы, вон, покажите, Михаил Семенович, народа, вот, это самое. Они сейчас хорошо издаются, но по содержанию они несколько понисходящие идут. Не сильно, но пока что докеры пользуются инерцией, бывой своей славы и бывой своих коллективных действий. Это вот имеет место быть. Значит, что я хотел сказать у нас. Почему? Потому что, с одной стороны, эта проблема наша частная, с другой стороны, эта проблема во многом и общая. Вот буквально вчера нам принесли из правкома некую бумагу, на которой сверху написано прирожение номер 10, а внизу ничего не написано, то есть анонимка. А называется она так. Тут утвержден якобы, подписи еще нет, приказа Маувни и Трансмаш. Называется «Кодекс этики и служебного поведения в открытом акционерном обществе Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения». И как можно судить по этой фразе, по этому прирожению 10, это рекомендуют нам в качестве прирожения. В понедельник 22-го будет правком, где нам будут просить это утвердить в качестве прирожения к коллективному договору. А если это будет прирожение к коллективному договору, то это будет правилом нашей внутренней жизни, одним из правил нашей внутренней жизни. И хотя трудовой кодекс грасит, что коллективный договор не может ухудшать поражение от работников по сравнению с трудовым кодексом, тем не менее, все-таки, когда в коллективном договоре либо в прирожениях к нему появляются всякие дурацкие нормы, это их сильно труднее становится опровергнуть, потому что они как бы прописаны, вы за это расписывались и изводите выполнять, что вы подписали. Значит, это не наша личная проблема, это идет, вообще говоря, по всем сейчас крупным предприятиям. Я вот говорил с одним профсоюзным работником заслуженным и уважаемым, а он, значит, мне сказал, что у них тоже была такая беда, наглянула. И там, значит, им сказали, что там, скажем, есть норма такая, что, ну, надо уважительно относиться к коллегам. Вроде бы эту норму сложно оспорить, что сказать, надо уважительно относиться к коллегам, конечно надо. Ну, вот теперь ситуация, что на вас начальство поражило зуб, ему надо вас убрать. Оно, значит, находит ли человека, который идет и заявляет, что вы назвали его психом или дураком или придурком или еще как-то. Если так, в обычной ситуации, ну, это, как говорится, спокойно посырает его на три буквы посередине У, а именно в суд. И пускай он там доказывает, что брак леветает, ему нанесен репутационный ущерб и далее и далее. А сейчас вам на основании нарушения коллективного договора и правил внутреннего правового распорядка объявляют взыскание. А второй раз такое, это, извините, уже в течение года, это уже все, извольте, у меня выход. И так далее. А конкретно вот в этих правилах, что вот этим товарищам дали, там было написано, что требуется терпимое отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, товарищи докеры резко восстали против этого. И, значит, там была битва интенсивная, но скоротечная. В результате чего? Во-первых, про этих лиц убрали упоминание из этого кодекса этики. А во-вторых, написали, что этот кодекс этики распространяется только на работников администрации. А на рядовых докеров он не распространяется. Нормально, молодцы. Так что это вот, вот, причем, так сказать, сами администраторы, на которых это спустили сверху, они были довольны. Ничего. Вот. Это у нас, значит, тут, ну, в общем-то, тут таких выпиющих вещей нет, но тут, скажем, некоторые вещи идут. Ну, во-первых, этика, понятное дело, что это понятие красовое. И если, скажем, для одних неэтично интересоваться зарплатой директора, то другим кажется неэтично, что когда одни получают 20 тысяч рублей, причем речь идет о квалифицированных специалистах, квалифицированнейших, а там другие получают сотни тысяч, то и других это неэтично. Потом, тут вот такой момент, скажем, есть. При получении конкретного предложения о работе по совместительству убедиться, что такая работа не приведет к конфликту интересов, реальному или потенциальному. И принять окончательное решение только по согласованию с руководителем структурного подразделения. То есть, зарплата, я там считаюсь высокоопрачиваемым, у меня сороковник там с небольшим даже получается. Вот. А так там 20, 25 тысячники есть, причем речь еще раз говорю о квалифицированных специалистах, ведущих инженерах, научных сотрудниках и так далее. 30 тысяч считается приличная зарплата. Если ты пошел куда-то подрабатывать, то изволь сначала спросить разрешение своего руководителя подразделения. Но какого этого самого? Это свободное время, время на которое никак не распространяется. Это было бы еще понятно, если бы это проводило эту линию ФСБ, потому что есть там люди со степенью допуска, с формами допуска. И, соответственно, для них, наверное, действительно имели бы какой-то смысл и были бы актуальны. Но так как сейчас там имеют такую форму, там процентов 10, наверное, от общего числа работников, то это, ну, совершенная такая форма. Она, это какая-то попытка закрепощения. Протить людям надо. Вот. Ну и потом, тут много чего неуважительного, скажем. А надо понимать, что у нас в июне месяце сменился генеральный директор. Причем на собрании акционеров, когда его меняли, ну, там сидели эти миноры, которые в 91 году там по 10 акций своих получили. А решали, естественно, мажоры из корпорации «Урарвагонзавод». Вот. И директора нашего, который был, который прошел на предприятии путь от рядового инженера до начальника отдела, его сковырнули. Вот. И когда спросили выступающего от корпорации, на каком основании это сделано, тот ответил, это решение совета директоров корпорации, и я его комментировать неупорномочен. Вот насколько это этично по отношению к коллективу, некогда пятитысячному, и в котором и сейчас еще 500 человек работает, и причем люди, еще раз говорю, там есть штучные специалисты, которых в мире штуки. Это я вот реально говорю. Такое есть. Вот. И как здесь это с этикой опять же совмещается, это непонятно. Вот. Ну и если, скажем, раньше там Герасимов частных, да, а назначили, значит, человека, у нас в ней трансмаш, а рядом у нас был НИТИ. Это технологический институт, благодаря которому Уральвагонзавод в Нижнем Тагиле был предприятием с наивысшей в мире производительностью труда. Вот. Этот товарищ, он был директором на этом в НИТИ. Этот НИТИ сейчас обнулен, банкрот, если зайти на их сайт, то написано, как там распродаются холодильники, там и прочее. Мы смотрим на свой холодильник 73-го года и думаем уже, как его будут продавать. Вот. Потом этот товарищ пошел с НИИМ, это Центральный научный институт материаловедения. И его практически, ну у него здание здесь недалеко, у Таврического сада, это, конечно, тоже черная метка этому институту, но, похоже, ему тоже вот так. И вот этот товарищ пришел к нам. Я в частных беседах, в том числе и с руководством, несколько раз по отношению к нему употребил термин «гроб-менеджер». Я вот теперь боюсь за свое будущее. Но, правда, это было до принятия этого документа, а после принятия этого документа я уже буду опасаться за свое будущее после таких высказываний. Вот. И, конечно, вот мы, это на нас обрушилось, в понедельник будет правком, мы туда пойдем на правком, и надо будет хорошую бумагу составить, где потрепать хорошенько эту вот так называемую этику. Ну, начиная с того, что есть этика вообще, у нас люди есть очень культурные, там стихи многие пишут. О, у нас там такие люди остались до сих пор в старые кадры. Вот. Поговорим за этику на этом правкоме, я думаю, может быть, где-то как-то отобьем же ранее. Вот. Ну и под шумок, мы это уже у себя в структурном подразделении, и в соседних тоже народ одобряет, мы подготовили проект такой вот выписки. Из выписка из протокола про хома Овни и Трансмаш 22-го 10-го слушали сообщение научного сотрудника Герасимова о придражениях в правилах внутреннего трудового распорядка, да и персонала Овни и Трансмаш. Вот постановились в целях сохранения трудового коллектива и повышения тонкуентоспособности Овни и Трансмаш на рынке рабочей силы, рекомендовать администрацию Овни и Трансмаш в качестве эксперимента по переходу на 30-часовую рабочую неделю внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка в соответствии с прирожением 1 сроком на 6 месяцев с последующей оценкой результатов. А вот придражение 1. Придражение в правилах внутреннего трудового распорядка для персонала Овни и Трансмаш. Пункт 4.1. Изражить в следующей редакции, но всего читать не буду. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 30 часов в неделю. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников в возрасте до 16 лет не более 20 часов в неделю, для работников в возрасте 16-18 лет не более 25 часов в неделю, для работников, являющихся инвалидами первой и второй группы не более 25 часов в неделю, для работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, не более 25 часов в неделю в порядке, установленном правительством РФ. Продолжительность ежедневной работы смены не может превышать для работников в возрасте от 15 до 16 лет 4 часов, от 16 до 18 лет 5 часов, для инвалидов в соответствии с медицинским заключением. Так, далее здесь пропускаем, ну и дальше таблица режима рабочего времени, посреди часовой рабочей недели по времени, начало и конца рабочих смен. Ну вот, научно-исследовательские подразделения, начало работы в 8 часов 30 минут, 30 минут по графику обеда, окончание работы в 15 часов 15 минут. То есть, и начнется на 15 минут попозже, сейчас 8.15 у нас начало, ну и в 15.15, если заканчивать работу, ну это вообще, говорю, хватит времени сюда прийти, и хватит времени еще много на что. Ну и так далее, подразделения, производство, производство, у нас производственники, начало у них с 8, будет начало, конец в 14.45, вот, и так далее. Ну и так далее, в общем-то, это у людей, конечно, появится качественно иное рабочее время. И Михаил Васильевич, мимо прочим, говорит такую вещь, что в институте экономики, еще в советские времена, рабочее время стояло два дня в неделю. То есть, люди приходили, это не учебный институт, это научно-исследовательский институт, люди туда приходили на два дня в неделю. Остальное время они думали. Вот, ну я могу сказать, вот как человек из высшей школы, ну вот у нас в высшей школе где-то было аналогично, ну там может не два дня в неделю там было побольше, часы занятий, остальное время ты, в общем-то, свободен. И это, надо сказать, производительность у нас там была высокая, выше, чем вот в трансмарше. И нам завидовали, ну считали, что у нас производительность более высокая, потому что на кафедрах там лучших оставляют. На самом-то деле я вот сейчас понимаю, что это вот большое дело, когда у тебя есть возможность, тебе надо в библиотеку поехать, поехал в библиотеку. Тебе надо еще что-то, тебе надо элементарно отоспаться, чтобы голова была свежая, а ты отоспался. А это вот оно тормозит. Так что это вот, ну озвучим такое дело, раз уж они решили затронуть, внести изменения и дополнения в коллективный договор. Ну, они свои изменения, мы свои. Крестный вар пустим, посмотрим, чего будет. Вот, ну вообще, конечно, я вот хочу сказать, что да, несмотря на то, что наше государство что-то пытается на мировой арене, губят. Политех сгубили, можно сказать, там сейчас просветает показуха. Вот до трансмарша добрались, хотя и раньше вроде он был сильно оскаблен, но все-таки там много чего делали. Поезд в соках там почти сделали, вот, который сгубили тоже, вместо него сапсан пустили. Хотя там осталось довести, всего ничего. Вот, какое-то идет такое вот пока губление. И кроме рабочего краса, кроме работников, трудящихся, конечно, его, похоже, никто останавливать особо не собирается. Ну вот у меня на этом все. Продолжение следует...